Сейчас, привет, друзья! Вот смотрите, у меня сейчас гости. Я сейчас разверну камеру. Разверну камеру. Так, 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 еще, еще. Получится немного, все получится. Сейчас, вот сюда, пожалуйста. Идите, вот смотрите, Алексей. Алексей, пожалуйста, сюда поближе. Да, и Мария. Они сейчас будут снимать документальное кино. А у Алексея, Мария, идите сюда, пожалуйста. Вот Мария. Всем здравствуйте. Марина. Единейма Марина. Алексей Давыдов, бывший Советский Союз. Мы все из Советского Союза. А сейчас будут снимать документальное кино. А почему я делаю этот ролик? Чтобы вы могли успеть посмотреть новый документальный фильм, который только что они сняли. Нет, Алексей снял. Я вот к этому фильму не имею отношения. Да, Алексей снял, и он будет в 4 утра. 9 ноября. Исполняется 80 лет со дня рождения народного художника России Германа Суфадиновича Паштова. Замечательный книжный график. Он создал школу ксилографии. Это древнейший вид гравюры. Это торцовая гравюра, так называемая. Это очень интересно все. Вот фильм о нем, это, собственно, он сам герой фильма, который снят у него на родине в Кабардино-Балкарии. Вот этот фильм в 4 часа утра будет посвященный его юбилею, будет в эфире. Мы прикрепим под нашим видео ссылочку, и вы сможете посмотреть творение Алексея. Так что так, спасибо. Про творца, про творца художника Графика, да. А мы сейчас будем снимать, о чем будем снимать? Документарий фильм о школе будущего, о создателя школы будущего, об авторе. А вы знаете, что я там скажу? Я там скажу о том, что мы-то в основном школа будущего, это окно будущего. И мы сейчас там создаем науку человечности, вечные ценности человеческие. О том, что они спасают во всех эпохах, особенно в условиях неопределенности, как сейчас, как сегодня. И мы там занимаемся развитием качеств человека будущего. Это способность изобретать мгновенно, чтобы смекалка была у человека, как только он попадает в условия неопределенности, чтобы моментально он становился изобретателем. На уровне скорости инстинктов. Мог тут же выдавать новые решения, чтобы адаптироваться к ситуации. Чтобы невозможное стало возможным. Да, чтобы невозможное стало. Вот наши люди, как говорится, друзья. До встречи. До встречи. Да, да, да.